А можно показать пример экспериментальный? Нет, здесь, ну, я сказал, что это у нас, я словами объясню связь с экспериментом, то есть это у нас качественное рассмотрение. То есть основная цель была убедиться в том, что такая мода макроскопическая, макроскопическая партнер, существует. Потому что существование макроскопической моды даёт основание для интерпретации группы дискретных квантовых возбуждений, которые наблюдаются, например, в процессах передачи двух нейтронов. Это те процессы, в которых меняется идентифическая щель. И вот, даёт интерпретировать как коллективную парную моду. Если они передаются точно в нижнее состояние или, скажем, в основании ионов. Ну, в основании более сложный процесс, а вот в реакции, допустим, с передачей двух нейтронов наблюдаются дискретные возбуждения. Несколько. Там есть природа, связанная с бета-колебаниями, но есть часть, группа состояний, несколько возбуждений. Каждый из этих мой плюс, если вот в расчётах РПА, оно имеет почти двух, такой одночастичный, двухпазичастичный. Мы же говорим о том, что средняя, вот если наша мода, это усреднение по вот этим дискретным квантовам. И поскольку она вот в этом приближении существует, значит, можно говорить о макроскопической разбаривательной моде. Хотя отдельные дискретные возбуждения, но плюс, которые, например, в процессе с передачей двух нейтронов, они не имеют коллективных проблем, хотя связаны с парным возбуждением. А там же передачи, какой-то передачи там, в тяжёлых ногах? Нет, речь идёт о тяжёлых сферических тяжёлых, например, это ядра олова, это ядра свинца. Да, для олова есть экспериментальные данные, связанные, но... В околомагических ядерях, да? В околомагических ядерях, конечно. Нет, там энергетическая щель, почему слабая? Значит, экспериментальное значение энергетической щели в околомагических от порядка одного мэла, как здесь используется. В энергетической щели порядка одного мэла. Это, например, театр олова.